Продолжение следует... Вот сейчас как раз спокойно доиграть он до конца и очков 5-7 будет выигрывать от второго места. Оказалось, что нет. Ничего уже не решает. Однако, я думаю, студенты захотят хлопнуть дверью, поэтому будет интересно. Ну что ж, игра у нас уже началась. Я думаю, вы прекрасно разобрались, кто в какой форме выступает. Сегодня очередной экзамен сдает команда Романа Киренкина. Уже многие, кстати, успели сказать, что вовсе весь опасный эпизод был. Это угловой молодежь зарабатывает. Ну вот иногда его тоже меняют. Быстро Баранович отвечает. Шевченко здорово направо. Смотрите, классная передача. Подача штрафной уголуза пробивает мимо воротник полетел. Ну и там еще признал. Угловой Козлов подает удар поворотами. Это гол! Это гол! Забивает молодежь на 35-ая минута. 1-0. Хозяева кредит. Павел Теслюкейд открывает счет в этом матче. Таким образом, Хозяева уже ведут. Вот так и Барановичи. Галуза пытался обработать и идти в атаку. Но вот опасный момент. Удар поворотами. Это 1-1. Забивают Барановичи в ладе на Никеев. Игрок, который находится в Барановичах в аренде. Продолжает тоже забивать. Уже не первый мяч для него в этом сезоне. Забивал он с пенальти. Забивал ворота Нивы. По-моему, третий мяч для него в этом сезоне. 14-й Илья Коваль. 17-й Артур Кац. 27-й Сергей Юсеньев. 44-й Артем Дылевский. 70-й Павел Теслюкевич. И номер 88-й. Опасный эпизод. Дмитрий Герман играет под 88-м номером на ладе. Не получился удар у Теслюкевича. Мяч в поле. И удар поворотом фиксирует мяч Даниила Шапкоц. Зато! А многие... Козлов! Кац! И что здесь? Момент-то какой! Кац! Вполне мог так зашиваться. Мяч забросить. Что? Вот еще. Продолжение следует...